Этого урока нет в школьном расписании. Проводят его не учителя, но он очень важен для каждого ребёнка. Сегодня в актовом зале 27-й школы для учеников 3-го В-класса проходит занятие на тему безопасного обращения с электрической энергией и электроприборами. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках программы «Вместе ярче». И не только в рамках этой программы. Мы это мероприятие проводим ежегодно. Для того, чтобы ещё раз напомнить детям, насколько полезна и в использовании в быту, и в школе, и везде электрическая энергия, и насколько она опасна. Специалисты МОЗ «Облэнерго» о серьёзных вещах детям рассказывают в игровой форме. Так легче усваивается полезная информация. Вот, к примеру, паровая машина, которая наглядно показывает, как один вид энергии переходит в другой. Достигается перевоплощение тепловой энергии в электрическую буквально за считанные минуты. Когда это всё заработает, загорится вот эта вот лампочка, она покажет, что электричество появилось. Но, пожалуй, больше всего юных зрителей заинтересовало Тесла-шоу, которое представил, как он сам себя шуточно назвал, дальний-дальний российский родственник сербского инженера, физика и изобретателя электротехники Николы Тесла, Коля Тесла. Он показал ребятам, на первый взгляд, чудеса. На самом деле, серьёзные физические эксперименты. Начали знакомство с электрическим током с небольшой катушки Тесла, которая на расстоянии зажгла обычную энергосберегающую лампочку. А затем перешли к более серьёзному шоу. Захватывающее зрелище, нечего сказать детвора, не скрывает удивления и любопытства. Впрочем, почувствовать себя начинающим физиком смог каждый из ребят. Во время шоу ребята увидели молнию на расстоянии всего нескольких метров. Поймали электрический разряд голыми руками и примерили перчатку повелителя молний. А ещё держали в руках лампы, которые горят без подключения к электросети. Это были настоящие чудеса. Мне очень понравилось, когда профессор передавал электричество через себя. Мне кажется, что это невозможно. Может быть, это волшебство? Ну, может быть. И не хватает волшебной палочки. Впрочем, кроме впечатлений, дети вынесли главное правило. С электричеством и приборами, его проводящими, нужно быть очень осторожными. Я знаю, что нельзя мокрые руки совать в розетку, потому что вода тоже проводит ток. И нельзя без родителей эти опыты проводить. Потому что можно удариться током. Это приведет к очень плохим последствиям. Нельзя прикасаться к оголённым проводам. Нельзя заходить в двери, где электричество. Если лежит провод, то надо от него стоять на большой расстоянии, на 10 метров. На память об этой познавательной встрече школьникам вручили светоотражающие элементы или фликеры. Они помогают быть заметнее на дороге в тёмное время суток. Подобные уроки в ближайшее время пройдут не только в школах нашего городского округа. Сотрудники мытищинского филиала МОЗ «Облэнерго» готовы прийти в гости к учащимся общеобразовательных учреждений Пушкина и Королёва. Юлия Федориненко, Денис Корнев. Информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова